Позаботиться о тех, кому это особенно нужно. В регионе разработана стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. О первостепенных задачах рассказали руководители профильных департаментов. Почти треть жителей Ивановской области старше трудоспособного возраста. Регион входит в десятку самых пожилых в ЦФО. Социальное обслуживание пенсионеров обеспечивает 31 организация. Имеется очередность в стационарные учреждения. В 2017 году будет открыто стационарное отделение в доме-интернате «Лесное» и увеличен объем государственного задания по обслуживанию пожилых людей на дому. В целях развития стационарозамещающих технологий запланировано открытие в течение 2017-2018 годов двух социальных гостиниц для пожилых на базе организации социального обслуживания. Организация гериатрической помощи старшему поколению – важнейшее направление в работе Департамента здравоохранения. На базе Ивановской клинической больницы имени Куваевых функционирует областной гериатрический центр. Там есть круглосуточный стационар на 30 коек, дневной стационар на 20 пациентов и ведется амбулаторный прием. Ежегодно лечение проходит 1200 человек. У нас проблема с консультированием пациентов в муниципалитетах, так же, как с другими узкими специалистами. Мы будем идти по пути сначала укомплектования первичного звена участковыми врачами, потом специализации одного из наиболее опытных докторов по профилю гериатрии. Концентрация этой помощи в областном центре, она, естественно, для пожилых людей муниципалитетно создает определенные сложности и проблемы. Ну, давайте хотя бы начнем с того, что в Кенишемской, в Шуйской больнице создадим по пять, скажем, коек, и из Иванова специалисты хотя бы раз в неделю будут ездить и консультировать, назначать лечение. Свою работу проводит и служба занятости. Организует профобучение граждан, которым уже назначена трудовая пенсия с последующим трудоустройством на постоянную работу. Не теряет своей актуальности и востребованности программа содействия самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи на открытие собственного бизнеса. В число ее участников входят в том числе и безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости населения именно в возрасте от 53 лет женщины и 58 лет мужчины. Для пенсионеров, желающих трудиться, должны быть рабочие места. Эту задачу губернатор поручил взять на особый контроль. Вот я посмотрел на сегодняшнюю аудиторию и пришел к выводу, что через 10-15 лет подавляющее большинство присутствующих здесь перейдут именно в ту категорию, жизнь которых мы сегодня на заседании правительства обсуждаем. Такие там, как Шарыпов, Степанов, Лопатин, их все-таки относить немного. Понятно, что мы потом будем на них уповать, когда сами перейдем в ту категорию. Я веду речь к тому, что это действительно очень важное направление в нашей работе. Также глава региона распорядился расширить сеть компьютерных курсов для пожилых людей. Все, кто интересуется современными технологиями, должны получить возможность их освоить. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует... Продолжение следует...